Девушки отдыхают Снова ежик и сегодня я вам подарю скрипт новых конвоев До того как я ушел тогда еще в работу я его почти сделал Но было много нюансов, много проблем с ним Сейчас я уже вроде бы отладил Ну я не могу тоже сидеть часами все это тестировать Ну я потестировал, вроде все нормально Какие косяки увидел, поправил Даю вам в общее обозрение Вот, это намного такой серьезно настраиваемый скрипт В отличие от прошлого скрипта И это просто аддон Подключение очень минимальное То есть как всегда мы просто этот аддон возьмем Закинем в собака-эксайл сервер аддонс И все, только мы можем распбошить Чтобы подправить нам конфигурации Сейчас я вам расскажу за конфигурации Что они более подробно из себя представляют Чтобы вам было более понятно И некоторые моменты, которые вы должны Ну обязательно Очень к этому подойти внимательно И еще просьба Вы вначале просто возьмите Подключите этот файл Ну то есть подключите и проверьте Что у вас появляется все, работает А потом уже делайте изменения Потому что зачастую бывает такое Что мне пишут Блин, у меня ничего не работает А в итоге получается этот человек Он просто взял, уже что-то изменил И у него пошла ошибка И он говорит Все, у меня ничего не работает Все, скрипт, короче, говно Когда начинаем разбираться Я ему говорю Вот у тебя ошибка, вот ошибка, вот ошибка Мы берем стандартный, ставим Все работает И человек опять же То запятую забудет Проставить То наоборот Запятую не надо Надо убрать Вот эти все вещи Ребят Должны быть проставлены внимательно Поэтому я вас прошу Просто по дефолту подрубить Посмотреть, работает или нет Данный скрипт Вот Ну, данный аддон А потом уже вносите какие-то изменения И вы будете знать Что если что-то у вас не работает Значит, вы что-то сделали не так А не будете косить сразу бочку на меня Итак, смотрите В общем, я опять создам архивчик Который я предоставлю под видео Вот что, по сути Вот себя представляет Конкретно Конвои Мы распобошиваем И нам нужен только конфигурация Все остальное тут вам трогать не надо Вот мы заходим в нашу конфигурацию Что она из себя представляет Идет вот у нас класс И вот основные конфигурации То есть основные настройки Первый идет класс самого бота Вы можете менять Но я не советую Потому что некоторые классы бота Могут не подгружаться Вот Дальше идет ранг бота То есть тут это рандомно Это абсолютно рандомно Выбирается отсюда Любой ранг Если вы хотите самых крутых Типа полковника То есть вы можете проставить Колонеллы из деда и все Дальше у нас идет Рандомный список Жестокости бота Ну я тут сделал от 50 до 90% То есть Я 100% не советую вам ставить Это вообще Немыслимо Ты только появляешься Он резко разворачивается И тебя убивает Но это неинтересно Играть вообще Ну 0.9 еще как не шло Можно играть Вот Дальше Количество произвольного лута В ботах Пишется через запятую в массиве Берется рандомно Это просто Какое в боте может Количество быть лута Он отдельно ниже Я там вам покажу Где он настраивается Дальше идет у нас Параметр радиус Для чего это нужно Допустим Если приехал на точку конвой На определенную Да Она рандомно задается Системой самой Он приехал допустим И Он проверяет Есть ли вокруг Игроки Да То есть Вот этот радиус Он проверяет Если в этом радиусе Есть игроки Он пропадать не будет Он будет как бы стоять Да Это делается для чего Ну не интересно будет Если ты увидел Едет машина Ага Ты там лег Думаешь Сейчас прицелюсь Она тут останавливается Думаешь О круто Они еще и остановились И Только пытаешься Хочешь стрелять Он хоп исчезает То есть конвой Но они доехали до точки Ну как то не очень интересно А так Вот типа Опа Значит Если человек есть То будут там перестрелка Вестись и так далее Так Дальше Радиус в метрах Если при перестрелке Игрок спрятался В каком то радиусе Ну Вот этот параметр Сейчас мы не берем Во внимание Вот Потому что там Немножко я переделал Все эти фишки Поэтому нам Этот радиус Пока не интересен Так Задержка работы скрипта Это просто задержка Самого скрипта Потом Через сколько задержка Начало работы скрипта После старта сервера Как вы запустили сервер Через сколько секунд Запустится Ну Первый конвой Да Как бы там Запустится скрипт Для того чтобы проставить Там первый конвой Дальше Время задержки Между конвоями То есть мы проставляем Время задержки Сколько конвой заспавнился И мы смотрим Через 60 секунд Мы уже смотрим спавнить нам другой конвой Или нет Дальше время проверки скрипта конвоя Это тоже внутренние скриптовые части Вы если захотите можете найти Параметры в самих скриптах Но это можете не менять Это стандартно Если вы не понимаете вам это не нужно Просто не меняйте оставьте как есть Дальше идет максимальное количество конвоев на карте Это считается именно конвои Повторюсь Тут конвои можно по 2 по 3 машины По одной машины Можно вертолеты То есть делать конвой из вертолетов Не советую вам делать и машины и вертолеты Потому что вертолет будет лететь сквозь горы А машина будет ехать по дороге Получается у вас будет разделяться конвой Вот Дальше Ну то есть это целевой конвой То есть вот конвой создался То есть он появился там из двух машин Это один Одна штука Ну чтобы вы понимали То есть второй создастся Это будет два И все Если у вас стоит тут два Два одновременно могут ездить Больше спавниться не будет Вот Но вы смотрите очень внимательно Вот эти все параметры В зависимости от того Сколько вы машин будете ставить Вот Ну я первоначально поставил два одновременно конвоя Дальше Макс тайм конвой Максимальное количество секунд конвоя Если он бездействует на карте То просто убирается Это контроллер Контроллер для того Что если он вдруг стал И никого игроков нету Ну бывает такое На камень там наехал Еще что-то Он стоит и заглушил двигатель Короче Просто стоит Вот То бывает Вот этот параметр Будет убирать Из Ну конвой Из карты Чтобы он не мешал И не нагружал Как бы серверную часть Дальше Следующий параметр Каунт плеер онлайн То есть это максимальное количество игроков Если тут стоит ноль Как у меня То есть неважно На сервере не будет игроков Они будут уже ездить Конвои Если вы хотите поставить Чтоб обязательно Хотя бы кто-то один зашел Только тогда Значит там один Два Два Три Три Ну сколько игроков Вы хотите Там если у вас большой сервер То Ну допустим там Запускать После там Как зайдут пять игроков Или десять игроков Только тогда запускать Ну вот этот параметр За это отвечает Макс тайм стоп конвой Восемьдесят секунд Это если Конвой стоит На месте То есть он там стоит Тоже это Проверочка такая Специальная идет Так Дальше Теперь Каунт вейпан вехикл Количество произвольного оружия В технике Пишется через запятую В массиве То есть Это именно произвольно То есть может быть Два оружия Да Или одно Система будет Автоматически Рандомно выбирать Если вы просто Один тут оставите То соответственно Будет одно оружие Дальше Каунт Итем вехикл Это количество То же самое Идет через эти Ну через массив И тут тоже Проставляется Один, два, три То есть может выпасть Два итема какого-то Может три итема Попасть в машине Может один Рандомно система выбирает Дальше Каунт Бэкап вехикл Ну один рюкзак То есть Будет Спавниться Так Радиус Спавн Лист Конвой Радиус Поиск Дорожного Покрытия Ну этот параметр Когда заспавнивается Конвой Он берет вокруг Полотно дорожное Да То есть Для того чтобы поставить Там вторую Третью Четвертую машину И так далее То есть если его уменьшить Будет маленький радиус И могут просто машины Не спавниться Вот И может ошибка происходить Ну Стоит А нормально Тут в принципе Уменьшать нет смысла Дальше идет так Минимальный респект За убийство бота И максимальный То есть это рандомные параметры Когда вы будете бота убивать Они будут рандомно задаваться От 50 до 100 Вот у меня стоит Вы можете увеличивать Там уменьшать Уже смотрите сами Вот А теперь самое интересное Дальше идет класс Это уже сами конвои То есть по сути Класс конвоя Одного Вот Система будет рандомно выбирать Вот у меня тут 3 уже заготовки есть 3 конвоя Я сейчас подробно расскажу За каждый конвой Вот То есть если мы хотим Создать новый конвой Да Мы вот допустим Берем последний класс Копируем Вставляем сюда И мы должны назвать Как-то по-другому Обязательно Обязательно Они не должны повторяться Допустим For Да То есть будет четвертый Вот И все И вы просто если надо Какие-то параметры меняете Там меняете Какая вам машина Там надо Не надо И так далее Я сейчас подробно объясню Ну поняли Да То есть вот эти классы Они не должны пересекаться Вот Классы Они должны быть все разные Названия Вы можете любые придумывать Главное чтобы это латиница И без пробелов Было И как бы Можно вместо пробелов Нижнее подчеркивание Использовать Ну Обязательно Чтобы это целевое было Слово Вот Я сейчас этот класс Уберу Он мне не нужен Вот А теперь касательно Каждого Это Вот допустим У нас конвой Да В нем есть еще Дополнительные параметры Player in Vehicle Это разрешать игрокам Садиться в транспорт Или запрещать Ну допустим Если вы там Танк какой-то Да Там Заспаунили Вот Все Но вы не хотите Чтобы потом Игроки могли ездить На этих машинах То есть Вы ставите Ноль И Короче Игрок будет садиться Вы будете выбрасывать С машины Он не сможет Короче Сидеть в машине Вот Это вы уже сами Разрешаете им Пользоваться Этой техникой Или нет Дальше Конвой Маркер Vehicle Вы ставите Один Если вы хотите Чтоб на карте Отображался Конвой В виде маркера Если не хотите Ставите ноль То есть Чтобы был ноль И никто его не видел Дальше цвет Цвета я вам Вот перечислил Через запятую Вы можете выбрать Любой И проставить Вот сюда И все И у вас поменяется цвет Дальше Это название Которое будет На маркере То есть Там вы можете Назвать Своё название Короче Придумать Что хотите Там я не знаю Бандиты Бандиты Там Не знаю На этих На хантерах Там бандиты Еще что-нибудь Но это вы уже Сами придумаете Дальше Конвой Alert Vehicle Это именно Сообщение о том Что появился Конвой на карте Вы можете Также отключить Сообщение Ноль Если выберете Сообщение Не будет И дальше Это просто Заголовок Внимание И сам Контент Сообщение Отряд Безумных Ботов Ищет Добычу Будьте Аккуратнее На дороге Ну это у меня Тут текстовка Вы можете На свою Менять Дальше Внимательно Вот такой Параметр Он специально Задается Для того Чтобы можно Было контролировать Для конвоя Определенную Скорость Автомобиля То есть Это Лимит Скорости Вы выставляете Это делается Для чего Допустим Есть у вас Там машины Быстрые Машины Медленные И так далее Вы просто можете Выставить Какую-то Определенную Скорость И они Будут вместе Ехать При этом Не нарушать Будут Ну что Один уехал Хрен знак Куда А те Остались Сзади Потому что Они медленные Вот За это Отвечает Speed Limit Vehicle Ну 50 км Час Это Оптимальная Скорость Но вы можете Сделать Меньше Больше Смотрите Сами Дальше Exile Min Exile Max Это Короче Деньги В машине То есть Те деньги Которые Можно будет С машиной Забрать То есть Чтобы в машине Были деньги Вы можете Тоже Тут Минимальный И максимальный Порог Выставить Сами И у вас Будет Спавнится А это Количество У ботов То есть У ботов Количество Денег То есть От 0 до 10 Тут Первоначально Может Ничего не быть Может Там Что-то Быть Вот Ну от 0 до 10 У меня Выставлено Вы можете Также Увеличить Уменьшить Дальше Dynamic Loot On Этот параметр Позволяет Один Это включен Динамический Лут Потому что Я хочу Обратить Ваше Внимание Что внутри Самой Каждой Машины Есть Статичный Лут Чтобы вы Могли Сами В машину Какой Вам Необходимо Лут Напихать Либо Использовать Еще и Динамический Можно И вместе Их Использовать А можно Отключить Если мы 0 Тут Поставим То Вот Этот Лут Который Принадлежит Тоже Это Бот Лут А ну Вот Вейпан Вехикл Пошло Вехикл Итами И Вот Рюкзак То есть Они Вот эти Не будут Уже Добавляться Прогружаться Туда То есть Затея Уже Если тут Мы поставим 0 Вот Ну и Собственно Горя Дальше Идет Вехикл Лист Обратите Внимание Мы Создаем Еще По машине Если Вы Хотите Добавить Сюда Еще Одну Машину Не Забывайте Вот Вы Допустим Скопировали Вниз И Поставили А запятую Забыли Должна Тут Быть Запятая Короче Запятая Обязательно В конце Не Должно Быть Запятой Я Буду Это Десять Раз Повторять Но Из Затого У вас Возникнет Ошибка И Не Будет Ни Хрена Прогружаться Вот Собственно Говоря Смотрите Что Из Себя Представляет Сама Машина То Есть Вы Пишите Ее Класс Класс Техники Количество Ботов В этой Технике То Есть Вы Должны Понимать Что Если У вас В эту Технику Четыре Влазит То У вас Больше Четырех Не Может Быть Иначе Будет Беда Будьте Внимательны Пожалуйста Беда Будет В том Что Один Он Никак Не Сядет В машину И Будут Короче Боты Рядом С Машиной Идти И Это Будет Бесконечно Некрасиво Короче И Там Могут Быть Проблемы С Самим Скриптом Потому Что Он Будет Просить Сесть А Он Не Будет Садиться Поэтому Очень Важно Не Забывайте Количество Мест В данном Транспорте Иначе У вас Будут Проблемы Вот И Последний Параметр То есть А ну Вот Статический Лут Вот В таком Виде Вы можете Перечислять Тут Написано Первый Параметр Это Класс Второй Параметр Это Количество То есть Вот У нас Оружие Количество Этого Оружия Вот У нас Патроны К этому Оружию Количество Обоим А Это Тип То есть Третий Параметр Это Тип Если Это Оружие То Пишем Один Вот Видите Один Если Это Патроны То Пишем Два Вот У нас Патроны Это Два Если Это Рюкзак То Пишем Три Если Это Любой Другой Лут Ну Там К примеру У вас Будет Вишперин Или Еще Что То Вы Сюда Вписываете Класс Прописываете Количество И пишите Четыре Если Это Просто Лут Бинокль Там Я не знаю Что угодно Вот Граната Наверное Таким же Способом Да Граната Тоже Будет Четыре То Есть Обычный Итем А Если Это Рюкзак Патроны Или Оружие То У них Определенный Потому Что Там При Добавлении В Саму Машину Там Идет Определенный Ну Определенная Команда Которая Это Делает Для Рюкзака Для Оружия И Для Патронов Поэтому Очень Важно Ну И Последний Параметр Это Высота Это Нужна Высота Для Вертолетов Вот И Обратите Внимание Что Тут Запятой Уже Нет Так Как Он Последний Параметр Будьте Внимательнее Вот Эти Все Моменты Смотрите Как Тут Пример Допустим Сделан Возьмите Там С файла Внимательно Перекопируйте Там Поставьте Вы Можете Сюда Добавлять Сколько Угодно Машин Добавите Допустим Четыре Машины Будет ФПС Это Уже Ваше Дело Ну Вообще Как бы Грузить Нормально Я не знаю Как при нагрузке С людьми Это будет Я думаю Будет Все нормально Тут Зависит Не от Того Что Мой Сам Скрипт А просто Вы Сейчас Нагрузите Куча Машин Будет Ездить У вас Два Конвоя Там Пять Машин И там Пять Машин Ну К примеру А это Уже Извините Меня Хорошая Нагрузка На ФПС Если Будут Люди Играть Это Будет Тормозить Причем Будет Тормозить Так Нехило Вот Поэтому Нужно Очень Быть Внимательным Вот Ну Потестируйте У кого Как Что Будет Как Получится Собственно Говоря Вот И все Внизу У нас Идет Ежик Конвой Бут Лут То есть Это Для Ботов Лут Оружие Прописываем Секундари Прописываем То есть Это Ничего И тут Я все Писал Первое Значение Класс Оружия Второе Значение Обойма Третье Значение Количество Обойм Вот Вы все И пишите Это Для Второстепенного Вот Пожалуйста Рифлс То есть Оптика Вот Пожалуйста Итами Вы сюда Уже Сами Вишперон Еще Что Вы Хотите Понапихаете Униформы Понапихаете Разгрузки Понапихаете Шапки Понапихаете Ну И эти Рюкзаки Понапихаете Если вам Там Необходимо Вот А это Уже По машинам Вот Оружие Это Просто Лут Там Вишперин Там Что Хотите Гранаты Они Также Относятся К луту Ну И Рюкзак Отдельно Вот Собственно Говоря И Все В общем Попробуйте Вначале Просто Его Поставить Там Используется У меня Класс Каповского Вот Каповский Этот Если у вас Капы не стоят То лучше его убрать А если стоят То ничего Страшного В общем Пользуйтесь Я с вами Прощаюсь Всем Пока Субтитры 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 Субтитры